Печеньки готовы Пусть фартук не вводит вас в заблуждение Пекари это безумные ученые химики После того как вы поставили противень в духовку Начинается очень серьезная химическая реакция Которая превращает одну субстанцию тесто в другую Когда тесто доходит до 33 градусов Масло внутри начинает плавиться И тесто начинает растекаться Масло это эмульсия Которая состоит из двух субстанций Смешанных друг с другом Это вода и жир С небольшими вкраплениями молочных веществ Которые помогают удерживать их вместе Когда масло плавится Заключенная в нем вода освобождается И когда печенька становится тверже Вода превращается в пар Это раздувает тесто изнутри Пар пытается найти выход из теста Как в фильме Ридли Скотта Чужой пытается вырваться из своей оболочки Яйца могут быть домом для бактерий сальмонелла В среднем 143 тысячи американцев в год заражаются таким образом По России информацию не нашел Если кто-нибудь знает Отпишитесь в комментариях 57 градусов это слишком горячо Когда тесто достигает этой температуры Они погибают Если вы попробуете сырое тесто То вполне можете стать для них новым домом При 62 градусах Начинается изменение в протеинах Белках Которые с яйцом попали в тесто Яйца состоят из множества различных протеинов Каждый из них чувствительен к определенной температуре В сырых яйцах протеины выглядят как клубочки ниток Когда белок достигает достаточной температуры Эти нити расправляются И связываются друг с другом Что называется денатурацией белка Эти изменения делают яйца почти твердыми Фиксируя форму мягкого теста Окончательная вода испаряется из теста при температуре 100 градусов Как грязь запекшаяся на солнце Ваши печеньки становятся суше И на поверхности появляется хрустящая корочка Пар, который кипел внутри, испаряется И оставляет пузырьки воздуха Делая структуру пористой Дальше наступает черед другого ингредиента Соды Сода реагирует с кислотами, которые содержатся в тесте И вырабатывает углекислый газ Который тоже оставляет воздушные полости печенья Теперь они готовы к тому, чтобы их макнуть в стакан молока Одна из самых вкусных реакций начинается при 154 градусов Это реакция Майяра Реакция Майяра происходит в результате взаимодействия белков и сахаров Они распадаются и соединяются в случайной последовательности Приобретая кристаллизованную структуру, которая отражает свет И придает блестящую золотисто-коричневую корочку В результате этой реакции вырабатывается большое количество ароматических веществ Все вещества начинают реагировать друг с другом Что дает большую гамму вкусовых ощущений и ароматов Карамелизация Это последняя реакция, которая происходит в наших печеньках Карамелизация Это реакция, при которой молекулы сахаров разрушаются при сильном нагревании Придает печенькам насыщенный схваткий ореховый аромат Который мы идентифицируем как карамель Если в вашем рецепте указано, что духовку нужно разогреть до 170 градусов То карамелизация не произойдет Карамелизация начинается при 180 градусах Если вам нравится печенье золотистое, как загар, который вы приобретаете, отдыхая на восточном побережье То вы можете поставить духовку на 154 градуса и не париться Если вам нравятся золотистые печеньки темно-коричневого цвета с насыщенным ароматом То ставьте духовку на 200 градусов Еще один трюк Вам не нужен кухонный таймер Ваш нос это чувствительный научный инструмент Когда вы чувствуете насыщенный зажаристый аромат карамелизации Ваши печеньки готовы Найдите стакан молока Поудобнее садитесь в кресло И воспринимайте науку, которая тоже может быть вкусной Если это видео вам понравилось, ставьте лайки и делитесь с ними друзьями Все? С ними друзьями С ним друзьями С ним, с кем? С видео С видео Дивитесь видео, делитесь Делитесь видео с друзьями Че? Еще раз? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok